Очередные выходные на карантине. 45-й день. Нурсултан живет в условиях изоляции. За это время жители города привыкли к ограничительным мерам. С 4 мая казахстанцам разрешат тренироваться на свежем воздухе. До ожидаемой всеми спортсменами даты еще два дня. А что происходит на улицах сегодня, расскажет Марк Прюшко. Карантин в стране постепенно ослабевает. В разных регионах Казахстана уже сняли часть ограничений. А с 4 мая казахстанцам разрешат тренироваться на свежем воздухе. Тем не менее, в триатлон парки столицы уже сегодня с раннего утра собрались спортсмены разных мастей. Велосипедисты, бегуны и даже любители уличного воркаута. Не боитесь, без маски бегаете? Маска есть? Маска есть с тобой? Есть. Как много людей с утра здесь вообще? Так, ну где-то человек, наверное, от 10. Я второй день всего лишь бегаю. Людей не так много. А патруль не встречал рано утром, потому что, возможно, сегодня... Из маски бегаете не боитесь заболеть? Маска есть. Ну, близкого контакта такого не было. Расстояние, дистанцию держим 2-3 метра. Здесь, наверное, безопаснее, чем в магазине продуктовом. Мы сегодня пришли первый раз после карантина. До карантина мы занимались 3 раза в неделю здесь. 4 раза в неделю, то есть. Вот, ну, людей обычно, ну, да, нормально. В 6 утра. А в другой, не менее популярной до карантина части города тем временем было немноголюдно. Но гуляющие люди нам все же встретились на набережной. Полицейские тщательно следили, чтобы они не пересекали огороженную территорию. И все же жителям столицы стоит помнить, что карантин-то никто не отменял. Поэтому, если вы не работаете, если вы в эти выходные находитесь дома, оставайтесь дома, находитесь в самоизоляции. Пожалуйста, без лишней необходимости не выходите из дома, если вам, конечно, не нужно в аптеку или в продовольственный магазин. По городу все еще можно видеть вот такие вот ограждения в разных местах. То есть запрет на посещение мест массового скопления населения также никто не снимал. Поэтому давайте побережем себя и свое здоровье. Только общими усилиями мы сможем, наконец-то, победить эпидемию коронавирусной инфекции, которые все еще есть на территории Казахстана. Марк Брюшко, Роман Ахшабаев, Хабар, 24.